Будо-Кошалёвский регион с оправдой самобытной. Первое письмовое узгадывание о местовых населенных пунктах относится только до 15-го ста годе. Ранее основную участку территории складали болоты и лесные массивы. Еще в 1873 году, когда тут пришла чегунка, в районе наличилось всего 18 сельских поселищов, сегодня 230. На переддень года Малой Радимы по инициативе местового населенства у Будо-Кошалёвы выдали книгу «Легенды населенных пунктов», по которой собрали поддания историчных назвов вёсок. Теперь понятие Малая Радимы для местового населенства мае конкретный сенс. Все истории происхождения названий населенных пунктов Будо-Кошалёвского района рассказывали местные жители, уроженцы Будо-Кошалёвской земли, которые являются старожилами. Еще одна тема для осветления, захования и популяризации местовых культурных традиций. В Чабатовском центре народной творчести обновили на выруб старожитных лялья-кабярогов. Неколи наши прудки верили, что они саправды допомагают подбегнуть несчастью. Вот эта кукла – это кубышка-травница. Она наполнена травкой, лечебными травами, которые мы собираем и высушиваем. Куклы безликие, чтобы в них не вселялись злые духи. Эта кукла на здоровье идёт. Если человек болеет, то её можно ставить в заголовье кровати, либо прикладывать к больным местам. Коллекция Чабатовецкого центра народной творчести – это некакие сотен бытовых предметов, якими корыстались прудки сучасных вязковцев. От байков для сметанкового масла до калавротов и вышиванок. Причём, ся род экспонатов есть саправды уникальные. Вот эта саправды уникальная скрипка, вырубленная у один экземпляра в минулом 100 годе. Заховалась она от прозвища ЯЕ Майсера Дмитрия Волосевича. Напоминаю, этот инструмент нельзя прогнать суцветно вядомыми скрипками, але у любым выпадку жихары Будакашалёвщины своими народными умельцами могут гонориться. Одновить технологию выработки таких скрипок сегодня напыло уже немакчима. У адрознений от выработки традиционных Будакашалёвских ручняков у Годмовой Радзимы в районе открыли Центр народного ткатства. Сегодня у Майстерни проводится реставрация ткатских станков и организуются мастер-классы. Не ледите на то, что Центр, открыющий всего два месяца тому, зараз тут постоянно занимаются уже пять дорослых и больше десять детей. Это залог того, что старожитные технологии выработки ручняков не стратятся. А причем, в этом году в Центре планируется начать творчество и национальных костюмов. Хоть Год Малой Радзимы – это не только самобытная культура, но и самое главное – створение умов для годного жития, в том, что занятость насильства – это тема обмерзовалась в частности круглого стола, причем размова не только в предоставлении прационных мест на державных предприемствах и в акционерных товариствах, необходимо створать умов для развития предпринимательской инициативы и самозанятости. Сегодня на Гомичине готовы допомогать усим официально зарегистрованным беспроцентным, которые предоставят отповедные проекты. У нас на 2018 год запланирована выдача 375 субсидий таких безработным. И безработные обычно организуют предпринимательскую деятельность, открывают розничную торговлю, ремесленную деятельность организуют, крестьянско-фермерские хозяйства в том числе, агроусадьбы открывают, были такие случаи. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадио-компания «Гомель», Будокошелевский район.